А можно ли сделать скважину на участке? Вот на таком. И чтоб не было самоизлива. Сюда я приехал. Сюда местные бурильщики. Здесь вот для этого домика. Отказываются буриться, потому что здесь бывает самоизлив. И близко вода находится. Очень близко вода находится. И бывает очень сильный самоизлив. Все отказывались. Я согласился. Ну, поработаем. А с вами Влад Лешиев. И вы находитесь на канале скважины от Лешиева. Здравствуйте, мои друзья. Здесь у соседей, за участком здесь, недалеко буквально, там скважина на 7 метров. С водой. Вообще, это село Львы. Ростовская область. Вот начал копать приямок. Будем бурить здесь. Прямо за домиком. Потом люди вот отсюда трубу закопают и проложат в дом, чтобы была вода. Ну, вот почти 3 метра в земле. Идет рыжая глина. Бурится пока легко. Легко и быстро. Две штанги загнул просто минут за 10. Особо не напрягаясь. Идем дальше. Взрыв. 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 К нам Бамбур пришел. Насторожился, он чувствует вибрацию, маленький котенок. Все ему интересно. Красавчик. На 580 шмаги сами начали опускаться вниз, проваливаться. Космосе и песка. Только-только синяя длина прошла. Она у нас с 3-5 секси не длина началась. Естественно, с железом мелкий, как и весь песок Ростовской области. Но с этой песка снимается нормальный дебит. Как ни странно. По плану, если он будет продолжаться, он должен продолжаться. Это у нас с 580. Я планирую до 9 метров дойти. Хоть у соседей скважины на 7 метров. А я хочу пониже опуститься. Главное, не самоизлишне нарваться. Ну, посмотрим. Риск благородное дело. Песок. Космос. Продолжение следует... 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 обеднят в один насос чтобы она чуть побольше выдавала и соответственно питьевую будут перекрывать краны они поставят на выходе из этой трубы кран и на выходе из той трубы кран будет потом это через стройничок будет соединено и подведено к насосу когда захотят чистую воду питьевую набрать они кран из вот этой длинной нет кран которого короткий идет уходит на 10 метров с содержанием сероводорода они перекроют и чистую воду наберут для готовки пищи для питья а для полива они будут вместе запускать но я гидроударов не делал один только сделал дальше мы не замеряли она чуть получше стала работать но сплажина раскачается и надо раскачивать они раскачают прокачают и дебит только возрастет так что заказчики очень довольны ну вот а на 15 метров можно было даже и не буриться получается но я надеялся что песок падет и хорошо никакого самоизлива соответственно здесь нету нет он может и есть где-нибудь там на 24 метров и ниже там у человека есть скважина под погруженосос на 55 метров вот там самоизлив идет но это глубок глубокий уже скважина здесь я думаю что до 20 метров никаких самоизливов быть не должно но это мое мнение а я пока собираюсь упаковывать а воду подвели через желтый шланг сейчас они набирают себе куб воды для полива чтобы он был потому что молодой человек который заказывал скважину для теста для своего он замучился ездить и 5 литровыми баклажками привозить ее сюда теперь у людей будет вода своя ну и вот в таком виде не сдаем скважину все аккуратненько здесь здесь межтрудное пространство еще затампанируется после дождей это все немножко осядет люди там вот немножко глины оставил тут глины собирали они туда все это затампанирует то что будет открываться а так участок вот даже не видно что здесь были ямки надо сюда доску бросить чтобы не наступили ногу не сломали мы пока собираемся а я хочу мистер приводить к которому добыли хорошо водичка да немножко сероводород есть но это мы поценили на глубокую кожу ну вот люди вот кукла набирают ну совсем чуть-чуть сероводорода но зато есть своя вода хозяйка еще такая красивая собачка вольт называется кличка вольт называется говорю красивый песик доброжелательный кстати меня ни разу не облаял а вы были на канале скважина от лешего и с вами был влад леший оставайтесь со мной ведь дальше будет еще интереснее вот а а и Субтитры создавал DimaTorzok